здравствуйте ребят это алена вы на моем канале вы на канале с холистическим психологом а значит здесь про физическое ментальное здоровье сегодня мы с вами говорим про общий анализ крови вы меня спрашивали что что можно сделать чтобы увидеть какие-то проблемы я медицинский психолог и холистический специалист я могу даже вам подсказать по поводу анализа крови почему это важно потому что во многих случаях приходя в клинику приходя каким-то врачам вы не знаете как расшифровать биохимию крови мы обсудим биохимию крови и она укажет на то есть у вас психические проблемы или чисто физически напоминаю анализы важно сдать и посмотреть результат повышение лимфоциты алифа лимфа в общем давайте начнем гемоглобин понижен это разные виды анемии лимфоциты при вирусных инфекциях повышены повышенные лейкоциты бактериальная инфекция тромбоциты низкие говорит о том что есть инфекция беременность менструация ними после физических нагрузок сои при b9 b12 при воспалении и зен и зенофилы повышены при паразитозе соответственно аутоиммунном заболевании и ревматизме аллергии биохимия крови часто смотрим билирубин это холестаст или синдром жильбера или анемия щелочная фосфатаза это обычный гипотиреоз дефицит цинка фосфатных групп витамина c магния и так далее если общий белок смотрим то нам нужно чтобы он 7880 низкие значения связаны с дефицитом белка в рационе или неусвоением альбумин где-то 46 должен быть глюкоза в норме 5 инсулин не выше 6 холестерин может быть повышен при дефиците витамина d проблемах желчью гипотиреозе гормональном дефиците другие моменты гликированный гемоглобин тоже на должен а содержать среднее содержание глюкозы в идеале сдать анали анализ рано утром витамины b в крови лучше не смотреть витамин d нужно сдавать я скажу где потом но на дефицит витамина d указывает результат меньше 50 а если 35 и ниже то означает что магний кальций цинк и многие другие микроэлементы плохо усваиваются из-за этого не будет поднятия витамина d и будет депрессия инфекция может быть ожирение дальше мы говорим про ферритин в норме должен быть 50 70 но если у вас есть гемохроматоз то здесь вы должны индивидуально смотреть свою норму дальше ттг в норме от 0 7 до 2 т4 свободные 12 18 соответственно антитела тоже лучше посмотреть и они тоже должны быть в норме маркеры воспаления если вы хотите посмотреть то это фибриноген гомоцистеин фибриноген 2 гомоцистеин 57 и соответственно это тоже влияет анализ мочи на органические кислоты я считаю это очень информативная вещь если вы уже не знаете с чего начать тут можно по этому анализу все понять потому что там будет и b12 дефицит дефицит неоцина дефицит b2 карнитина магния если вы это сдадите то вы это увидите в анализе я рекомендую сдавать анализы в хромалаб например или в инвитро ну в чем-то таком поставьте вопросы почему эта тема важно потому что все психосоматические заболевания начинается слова соматика сначала тело потом все остальное